Всем привет, меня зовут Соня. Надеюсь, ты уже посмотрела наш предыдущий ознакомительный ролик про РГУ. Если нет, то лучше начать именно с него. А в сегодняшнем выпуске я расскажу поподробнее про процесс обучения в нашем университете и парочки фишек. Поехали! Первое и самое главное, о чем хотелось бы рассказать, это система оценивания. Для оценки успеваемости студентов РГГУ используется 100-бальная система оценивания, которая соотносится с уже привычной нам школьной 5-бальной системой. То есть по каждой дисциплине можно получить максимум 100 баллов и затем получить оценку «Отлично». Ознакомиться с таблицей соотношения баллов и оценки можно на официальном сайте РГГУ. Для того, чтобы перейти минимальный порог, необходимо получить 50 баллов. Если студент не набирает эти желанные 50 баллов, то он идет на пересдачу. Но бояться экзаменов совсем не стоит, потому что все преподаватели объективно оценивают знания и лояльно относятся к студентам. Кстати, если тебе понадобится что-то распечатать, ты можешь сделать это, не выходя из университета. В главном корпусе на шестом этаже твоим ориентиром будет библиотека. Из чего же складываются эти 100 баллов? 60 баллов вы можете получить за работу на лекциях и семинарах, а остальные 40 на зачете или экзамене. Итак, с системой оценивания мы разобрались, но что же мы делаем на самих занятиях? Наверное, ты уже знаешь, что на лекциях главным является преподаватель, а на семинарах ты. То есть на лекциях дается теоретический материал, а на семинарах уже практический. Не буду рассказывать про обычные задания по типу докладов и рефератов, а хочу рассказать про практическое творческое задание, которое давали именно на нашем факультете рекламы и связи с общественностью. И про примерные задания ты можешь узнать у своего тим-лидера. На первом курсе мы создавали плакаты, которые отражали стиль рекламы разных веков. Затем был создан сайт с лучшими плакатами. Участие приняли все студенты факультета рекламы и связи с общественностью. И сейчас самые интересные плакаты висят на нашей кафедре. У РГГУ помимо официального сайта, группы ВКонтакте и Телеграм есть бесплатное мобильное приложение, которое доступно на iOS и на Android. В этом приложении можно смотреть расписание. Также очень полезной функцией является карта главного, самого запутанного корпуса. И если аудиторию не получается найти, то есть функция поиска по номеру. Также в приложении можно войти в онлайн-библиотеку РГГУ и посмотреть самые свежие новости жизни университета. А сейчас мы находимся у книжного магазина РГГУ «У Кентавра». Это один из независимых книжных Москвы, который специализируется на различных книгах по социальным и гуманитарным наукам, учебной литературе, а также небольших российских изданиях. Являясь университетским книжным, у «Кентавра» в то же время открыт городу и находится на пересечении внеакадемической и академической жизни, и также может выступать площадкой для различных публичных дискуссий. «У Кентавра» был открыт в 1997 году в главном корпусе ведущего вуза Москвы. Название книжного связано с университетским преданием о науке кентавристики, придуманной преподавателем РГГУ. Символом магазина остается копия статуи «Кентавра». Бородатый кентавр и оседлавший его кубитон размещены в центральной витрине книжного. Кстати, здесь можно приобрести обложку на свой студенческий и одежду с логотипом университета.